Коксогазовый завод Когда-то были совхозные и колхозные поля, и хоть решение о строительстве было принято в 1936-м, стройка развернулась лишь 11 лет спустя. Одновременно с этим начал строиться временный поселок, а затем и постоянный. Завод заработал в апреле 51-го, тогда же уже были отстроены улицы Садовая, Школьная и Северная, ныне Лемешка. Величественный завод, снабжавший газом всю Москву, хоть и был весьма технологичным предприятием, всегда утопал в зелени. Заметьте, на всех фотографиях очень много зелени. Коксогазовый завод с самого первого своего дня боролся за чистоту на заводе. У него были асфальтированы все дороги, были ухожены все газоны. И на газонах, как правило, сажали фруктовые деревья и ягодные кустарники. Листая фотографии из альбома, выпущенного к десятилетию завода, можно понять, как и чем жили люди в то время. Вот Дом культуры, построенный в 54-м году. Центр культурной жизни заводчан. Детские сады больше напоминали просторные загородные дачи, чем классические образовательные учреждения. Но все это было потом. Алексей Павлович Земенков помнит, как все начиналось. Он живет в Литном с 1949 года, практически с момента основания. Его отец, Павел Земенков, был строителем. Работал в знаменитой бригаде Басова. Большинство улиц старого города были построены этой бригадой. Сначала семья Земенковых поселилась во временном поселке Призаводе. Некоторые назывались Южным Сахалином, некоторые назывались Северным Сахалином. Вот я жил на Южном Сахалине. Это если, чтобы было понятно, если выезжать на Каширскую дорогу, то слева у нас будет Коксогазовый завод. Вот белокаменное шоссе, короткий отрезок. А направо это алюминиевый завод. И вот раньше там и находился Северный Сахалин и Южный Сахалин. И вот я жил на Южном Сахалине. Строители жили там в вагончиках и так называемых бараках-полубочках. Вокруг тогда было много полей, на которых взрослые сажали картошку. А местные ребятишки нередко эту картошку выкапывали и тут же жарили на костре. Вскоре семья Алексея Павловича перебралась из барака в финский домик, а затем в коммуналку в доме на улице Школьной. Согласно этому проекту, принятому в 52-м году, согласно этому проекту должны быть заводская улица, строительная улица, школьная, садовая, медицинская, радиальные улицы и улица Гаевская. А за этими пределами, там, где сейчас советский проезд, это все было поле. Многие улицы Видного имеют говорящие названия. Садовая всегда утопала в зелени. Заводская вела к коксогазовому заводу. На Школьной расположились первые две школы поселка номер один и номер два. А медицинская улица была названа медицинской, потому что на этой улице был построен большой больничный городок, который включал в себя и прекрасную по тем временам, нам казалось, жителям, прекрасную поликлинику, больницу с современным оборудованием. Со временем облик Видного значительно изменился, но старая историческая часть города сохранила внешний вид и колорит тех далеких лет.